Пандемия не могла не отразиться на приемной кампании. Вновь заочная подача документов. Для кого-то удобно, а вот для Института культуры тяжело. Талант нужно оценивать вживую. А теперь на носу и другой важный вопрос. Вакцинация. И вопрос открытый. Мы, конечно, разговариваем с студентами, беседуем, объясняем, что нужно вакцинироваться, но ориентируемся будем на постановление главного санитарного врача в Балтайском крае. Разъяснительный характер вопрос вакцинации носит и в политехническом вузе, но, как известно, не требует того, чего сам не можешь. По такому принципу действует руководитель университета. И все-таки рекомендация быть привитыми к началу учебного года здесь есть. Педагоги в этот процесс вливаются активно. У студентов статистика хуже. Что делать с теми, кто до сентября не привьется? В вузе решат по ситуации. Они останутся нашими преподавателями, останутся нашими студентами. В зависимости от той обстановки эпидемиологической, которая будет, в зависимости от того массового, скажем так, иммунитета, который у нас к тому времени накопится, будет решение принято. Пока учредитель рекомендует проводить в смешанном режиме занятия для тех, кто не привился. Студенты, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что пока их не принуждают. А потому и они сами не спешат вакцинироваться. Так студентка классического вуза попросту боится. Я даже в школе училась, там постоянно от гриппа ставили, ну как бы заставляли. Ну как, там старше ли, хотите, не хотите, как бы можно было не ставить. Я один раз поставила, после этого сильно болела. Потом я сколько раз их предлагали поставить, я не ставила. Вот, и я боюсь также, что будет с этой прививкой, что буду сильно болеть. А в медицинском вузе наоборот. Подход самый серьезный. По словам руководителя университета Ирины Шереметьевой, студенты с первого курса проходят практику в больницах и быстро осознают ответственность за свое и чужое здоровье. Сейчас в медицинском вузе 70% привитых. Те, кто выбирает обучение в медицинском вузе, уже понимают о том, что всегда должны быть на передовой, должны осознавать ответственность и перед собой, и перед друг другом, и перед пациентами, и перед населением. То есть мы уже идем на это осознанно. Но имеют ли право абитурентов и студентов действительно принудить к вакцинации? Это как посмотреть, уверена юрист Татьяна Корнелюк. Так, один федеральный закон обязывает вуза обеспечить доступ к образованию, а другой позволяет вузам ограничить посещение студентов. Получается, два федеральных закона противоречат друг другу, и образовательным учреждениям надо как-то исхитриться, чтобы выполнить требования обоих федеральных законов. И с одной стороны ограничить прием или посещение, в зависимости от того, как будет трактоваться судами эта норма и законодателями. А с другой стороны обеспечить доступ к образованию. Независимо от никаких критериев, больной, здоровый, привитый, непривитый, каждый гражданин имеет право на образование. По данным Татьяны, еще не было ни одного суда, в котором решался бы этот вопрос. Но если процесс начнется, то даже юристу придется выбирать, какому закону следовать. Либо, возможно, другая ситуация, когда у нас в крае ведут обязательную вакцинацию, или в вузе издадут соответствующий указ. Привиться придется. Но пока есть время, каждый делает свой выбор. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...